Добрый день всем, кто слушает данный курс. Здесь мы решаем задачи, представленные в марафоне от дата-юйка по табло. Сегодня у нас данные по ВВП и население каждой страны. Классическом дата-сайте предоставляем табло. В этот раз мы будем обсуждать, как построить скетер-плот. Давайте приначально подключимся к данным. Заходим в текст-файл. Выбираем то, что нам необходимо. Сразу меняем на то, чтобы все было довольно правильно. И как видите, у нас не так много столбцов. Поэтому мы перейдем к построению визуализаций. В первую визуализацию нам предлагается построить зависимость ВВП на душу населения от средней продолжительности жизни населения данной страны. Давайте для этого построим скетер-плот. Live-life expectancy. Так. Только нам, естественно, нужно среднее значение. И уровень детализации у нас будет по каждой стране. как видите, в среднем за все года так и есть. Также давайте раскроемся по региону. Следующий этап. Мы можем добавить линии, которые будут показывать средний доход из среднего продолжительности жизни в данном случае. Для этого перейдем вкладку Analytics. Используем Average Line. Нам нужно добавить вот сюда и вот сюда. То есть, в целом, для всей результаты у нас будет построен средний результат. у нас добавлено здесь среднего уровня человека и среднего положительности жизни. немножко изменим формат того и другого. Пусть у нас будет выводиться значение. То есть, так пропишем сначала Average Life Experience 1 и выбираем значение Value. Вот. Нажимаем ОК. и у нас показывается определенное значение. Также делаем с ВВП на душ населения. Вводим Custom. В решении этого кейса от Data Yoga написано, что Average Income, то есть средний доход. Ну, на самом деле, понятие ВВП на душ населения и средний доход могут очень сильно различаться. Поэтому я все же напишу, что это среднее ВВП на душ населения для более правильного экономического смысла. и вот таким образом у нас выводится необходимое значение. То есть мы сделали, добавили, выбрали в поле Label Custom на настройку подписи и добавили все, что нам необходимо. Теперь давайте немножко преобразуем каждую из этих подписей так, чтобы она немножко закрашивалась в серый цвет и имела белый тенок. Нажимаем правую кнопку машину формат. Выбираем белый цвет и шейдинг меняем на какой-нибудь серый. Поэтому можно посильнее, ближе к черному. Аналогично делаем со второй подписью для среднего ВВП на человека. Выбираем белый цвет шрифта и закрашиваем практически черный цвет. также желательно перенести наверх. Ну, таким образом мы поместили, получили то, что хотели. Также можно еще перенести среднюю продолжительность жизни направо, чтобы все было довольно читабельно. вот. самое интересное. Это добавление страниц. Нам не очень интересно за все время с 1800 года смотреть, как изменялось средний ВВП и среднепродолжительность жизни, поскольку это абсолютно несопоставимая вещь, то, что было 200 лет назад и то, что сейчас. Поэтому можем сделать так, чтобы можно было в динамике то, как изменялось то, о чем мы говорим. Давайте перенесем год в измерение и добавим его на страницу pages. И, как видите, у нас находятся вот эти значения теперь в абсолютно другом цифровом диапазоне. А теперь самое интересное. Если мы будем двигать год от меньшего к большему или измерять любую другую сторону, то, как мы видим, средние ВВП на человека и продолжительность жизни не меняются. Это связано с тем, что мы их считаем сразу для всей таблицы, то есть для всей таблицы, которая у нас загружена на данную визуализацию. И она загружена здесь все года. Таким образом, он правильно все делает и считает для всей таблицы и получает следующие результаты. Однако, для того, чтобы он считал для каждого года в отдельности, нам не хотимо поменять данный формат, чтобы он считал Perpain. То есть, в данном случае, у нас Pain будет являться отдельной страницей. То есть, каждый отдельный год у нас будет называться Pain. Давайте переместим и у нас все поменялось. и как вы видите, я снова запустим. Вот если меняется скорость, я поставил максимальную. Вот если мы запускаем, то мы можем посмотреть, как быстро растет средний доход на человека и средняя продолжительность жизни. Помимо тех измерений, которые есть на реализации, можно добавить еще одно. Менее точное, но которое несет дополнительную информацию. Пусть это будет размер населения каждой страны. его мы перетащим в размер. То есть размер каждого шарика, грубо говоря, которым обозначена страна, будет указывать на то, какого она размера. Сделано вот так. Внизу как видно бросается в глаза то, что средняя положительность жизни в странах 0 лет 0 месяцев. Это является проблемой, поскольку на самом деле просто для таких стран не статистики. И лучшим вариантом в данном случае будет их просто исключить. Давайте так и поступим. Выделяем их, нажимаем правую кнопку и exclude. и как видите все пересчиталось в более удобном формате. Также хотелось бы раскрасить все те страны, которые у нас на данный момент есть. Можно поменять другой формат, чтобы они были более читабельны. И сделаем побольше прозрачность, для того, чтобы можно было видеть различные изменения. Следующий этап это добавить номер страницы на визуализацию. Поскольку не всегда удобно смотреть на это небольшое меню. Это достигается таким образом. Мы нажимаем правую кнопку мыши, выбираем поле annotate, area, через insert добавляем page name и делаем максимально большой формат для него. Пусть будет 72 шрифт. Добавляем его, растягиваем по всем плоскостям и добавляем самый низ. Также немножко можно уменьшить размер, для того, чтобы все это было более-менее читабельно. Через правую кнопку мыши заходим формат для него и добавляем прозрачность. Выставляем 0% и теперь при прокрутке у нас все становится довольно удобно. Теперь все стало намного интересней и удобней. Видите, у нас года изменяются до 2015 года. Таким образом мы сделали все, что хотели. Всем спасибо за внимание. Субтитры